Глава 58. Зазывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлеву на грехи его, так как то, что он намерен был говорить, было трудно, ради чего он и придал им храбрости, чтобы тот не боялся. Глава 58. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. 1. Первым грехом было то, что когда они находились в плену по воле Божией, то даже тогда противились Ему, повторяя осуждение того, что произошло по своей дерзости и бесстыдству. 2. Это самое и было знаком греха, что они, отступив некогда от законов и религии, обвиняли промысл Божий. 3. Им следовало молчать, по крайней мере, ввиду своего жалкого состояния, потому что когда они были свободны, то не делали ничего доброго. 4. Ищут ныне суда праведного, то есть указываем не день, они ищут праведного суда. 5. Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь? 6. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других, которые совершили весьма многие преступления, желали освободиться от наказания только посредством постов. 6. Они говорили Богу, вот мы постились, почему же мы не освобождены? 7. Итак, что же? Он не считал их недостойными, даже тогда, когда они постились, и нисколько не скрывал от них основания своего действия. 8. В одни пощения ваших вы исполняете волю вашу. 9. Что же для меня такое ваше смирение? 10. Если кто постится за тем, чтобы мстить своему должнику, то какую пользу ему приносят посты? 11. Подобно тому, как кто, будучи связанным, содержится в темнице и своими узами ударяет своих ближних, точно так же и пост бывает обвинением постящихся, когда они причиняют бедным вред. 11. Если они постясь оказываются столь жестокими, то тем более не постясь. 12. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других, вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. 13. Обратите внимание на различные повеления. 14. Пост и девство – ничто, когда отсутствуют плоды, которые из них происходят. 15. Некоторые повеления таковы, что они ни в чем не нуждаются. 15. А некоторые требуют помощи, подобно тому, как и самые вещи, относящиеся к жизни, некоторые совершаются только сами от себя, другие же – от других вещей. 16. Как земледелие нуждается в семени, в обработке земли и в ином прочем, или как борцы в кулаках, масле, упражнения, точно так же и здесь. 17. Зачем бывают посты? 17. Затем, чтобы рассеивать раздоры. 18. Откуда происходят раздоры? 18. Из того, что они преданные, предали своему безрассудству. 18. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел, это ли назовешь постом и днем угодным Господу? 18. О каком посте здесь говорится? 19. Пророк показывает не пост, но воздержание от грехов. 20. Смотри на Бога, считающего достойным приятие пост дел, который приносит пользу не только совершающим пост, но и ближним. 21. Даниил исполнял пост, но этот пост был приятен Богу, так как он постился за других. 22. Моисей также постился за других. Пророк показывает и порядок поста. 22. И если не исполняется то, что соответствует посту, то пост не приносит никакой пользы. 23. Точно так же и девство без любви пренебрегается. 24. Хотя оно и тяжко, хотя пост и велик, однако Бог не требует такого труда, но то и другое угодно ему тогда, когда приносит плод. 25. Некто когда-то говорил, два раза пощусь в неделю, и тем не менее не имел никакой пользы. 25. Посты установлены для того, чтобы мы воздерживались от изнеженности и обретались готовыми для милосердия. 26. Если кто не делает этого, то труды его напрасны. 27. Итак, вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Разрежи узы ерма. 28. Говорит, справедливо называет союзом, потому что союз труден для разрешения. 29. Почему мудро называет его петлёю. 30. Разреши тайну. 30. Осередись, думай, что это сказано только о богатствах. 31. В нас есть и другие беззакония, которые мы совершаем словами и делами. 31. Разрежи узы ерма, и угнетённых отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо. 32. Он не только повелевает нам воздерживать вся зла, но и увещевает нас к добру. 33. Не показывай относительно их праведного суда, отпусти сокрушённых на свободу. 34. Здесь более чем там. Там он повелел разрешение обид. 35. А здесь увещевает тому, чтобы ты не совершал даже своего суда. 36. Если человек имеет, то ты не требуй. 36. Требуй по праву. А если он не имеет, то откуда он тебе отдаст? 37. И раздери всякое Писание неправедное. 38. Здесь он повелевает не только отпустить, но также и разодрать. 39. Это и сделал Христос, хотя Писание было справедливым по причине наших грехов. 40. Однако Он разодрал его и пригвоздил ко Кресту. 41. Ведь не для них, но для тебя послужит ущербом, если ты будешь сохранять Писание и не раздерёшь его. 41. Когда ты придёшь в такое же состояние, и из тебя точно так же взыщут стих 7. 42. Раздели с голодным хлеб твой. Не сказано дай, но раздели. 42. Повелевает давать человека любиво, как говорит и Павел, если раздам всё имение моё в пищу бедным. 43. Хлеб твой, сказано, твой, а не чужой. 44. Из китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. 45. Таковы посты без насилия и обременения, когда мы делаем своим домашним человеком в отношении хлеба дома и одежды того, кто лишён крова, и утешаем угнетённых. 46. Так и кто не заботится о своих, тот отрёхся от веры и хуже неверного. 47. Ясно, что состояние суровости, жестокости и милосердия противны этому. 48. Бог мудро постановил, чтобы мы взаимно друг к другу соболезновали по написанному. 49. Всякое животное любит подобное себе, и всяк человек искреннего своего. 49. Ты пользуешься многой пищей, а тот погибает от голода. 50. Ты одеваешься в тонкие полотна, а он ходит постыдно нагим. 51. Почему Бог повелевает, чтобы ты не презирал ближних по крови? 51. Потому что они имеют право приобретать благо от богатого родителя. 52. Однако многие глупцы мучатся при этом, рассуждая так, почему тот богат, а мы бедны. 53. Те изобилуют благами, а мы притеснениями. 54. Почему, подобно тому, как он взял в общем для всех солнце, 54. И не сделал света малым для бедняков и великим для богача? 55. Почему таким же образом он не сделал всех благ общими? 55. Но Бог сделал богатство также общими. 56. Потому что он повелел богачам выдавать от них беднякам. 56. Если бы он не сделал богатство общими, то не дал бы такого повеления. 56. Если бы то, что необходимо для нашей жизни, Бог не сделал общим, 57. Тот человеческий род был бы погублен и уничтожен. 57. Если же он даровал бы каждому богатство, то этим самым он отнял бы средства к добродетели, 58. А потому он распределил благо всем, не поровну для того, чтобы грехи, которые происходят от любви к богатству, 59. Не распространились на всех и не повредили всех. 59. Если бы он не сделал солнце общим, а только для некоторых, подобно тому, как богатство, 60. То многие ходили бы во тьме, но Бог дал богатство богачу за тем, чтобы он утешал скорби бедности. 60. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобой, 61. Слава Господня будет сопровождать тебя. 61. То есть скоро явится помощь. Что означает разверзиться? 62. Этим показывается изобилие и превосходство. 63. Видишь ли, то, что ты даешь, это самое и получаешь. 64. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я. 65. Итак, в нашей власти находится, чтобы скоро или поздно явилось наше спасение. 66. Каково было здоровье, когда у нас были многие язвы? 66. Потому пророк и говорит, скоро исцеление твоего сияет. 67. И предвидит перед тобой правда твоя, подобно тому, как впереди царя идут слуги, скороходы и свита, кричащие громким голосом, которых из-за этого мы считаем счастливыми. 67. Смотри, какие идут впереди слуги вместо рабов. Правда твоя велика. 68. Все далеко отсыпают от нее. Никто не осмеливается взирать на нее. 69. Теперь посмотрим, каковы одежды ее. 69. Уже ли поезд или понтийская мышь? Никак. 70. Но слава Божия объимет тебя. 71. Какой венец или одежда, подобно этому украшению? 71. Именно как Бог милосерд, благодетелен и животворящ, таким же образом желает, чтобы были и рабы Его. 71. Сообразно тому, что говорил подвергшийся великим несчастьям Иов, ибо я был окон для слепых и ногами для хромых. 72. Украсит тебя, говорит, украсит слава Божия. 73. Тогда воззовешь, и Господь услышит. 74. Возопьешь, и Он скажет, вот я. 74. Когда ты удалишь из среды твоих ярмо, перестанешь понимать перст и говорить оскорбительное. 75. Что больше этого, когда Он не ожидает ни молитв, ни требований просителей, чтобы услышать их? 76. Прежде чем ты попросишь, Он дарует просимое. 76. Какой отец, называемый милосердным, или какой друг, называемый искренним, так скоро отзывается. 76. Смотри, что ты купил за малый хлеб или лоскуток. 76. У людей славу, а у Бога любовь. 76. И все-таки тебе так легко. 77. Ты сделал это однажды или дважды, но этого недостаточно. 77. Тебе нужно делать это как можно чаще, понаписанную. 78. Милость и вера да не оскудевает тебя. 78. И опять. Не отрицайся благотворить требующему, когда может рука твоя помогать. 79. Бог повелевает, чтобы ты всегда раздроблял хлеб. 79. Если удалишь неправду, то есть отнимешь перст и оковы. 80. Пророк показывает и называет союзом грех, у которого есть много сплетений, в котором нет правильности и законности. 81. Рукобиением пророк называет хищничество или же объяснение посредством рук, по обычаю разбойников. 81. И глагол роптания по написанному «все, что делаете, делайте без ропота». 82. Роптание – знак ленивого и бездеятельного ума. 82. Пророк увещевает нас не только к деятельности, но также к тому, что мы делали с большим прилежанием, так, чтобы своим роптанием не повреждали дело. 83. Когда рука выдает милость у небедным, то у стада молчат, так, чтобы мы не упускали плода, и сладкое не становилось бы горьким. 83. Зачем ты, человек, ропщешь по поводу просьбы бедного? 84. Если бы он не был бедным, то он и не просил бы, а потому тебе нужно пожалеть его, что он у тебя просит куска хлеба и одежды, побуждаемой к тому необходимостью. 84. Но говорят, он всегда надоедает мне. Я много раз бронился и никоим образом не мог освободиться от такой тягости. 85. Но разве тебе не известно, что бедность и наглое требование желудка не избавляет от необходимости просить? 86. Руга не побеждает необходимости, и страх не побеждает нужды, которые гложет желудок. 87. Когда мы требуем чего-либо у Бога, то он не гневается на нас, но гневается тогда, когда не просим. 87. Твой Господь пылает гневом ради того, что ты ничего не просишь у Него, а ты гневайся, когда у тебя просят. 87. Голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой зайдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, ибо доброходно дающего любит Бог. 88. Кто дает таким образом, тот пусть думает, что получил, и действительно получает, потому что дает малое, а получает от Бога великие дары. 88. Тогда воссияет во тьме свет твой. Что означают эти слова? 88. Воссияет свет во тьме. 88. Хотя бы мы были окружены как бы мраком, бедствиями и искушениями и прочим подобным, однако добродетель милостыни в состоянии разогнать весь этот мрак, подобно тому, как, когда является солнце, то оно разгоняет густой воздух так, точно и милостыни удаляет мрак притеснений и печалей. 89. Но что я говорю о мраке? Она погашает даже пламя огня по написанному. 90. Огонь горящий угасит вода и милостыни очистит грехи. 90. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. 91. И ты будешь, как напоенный водой и сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. 91. Видишь ли разрешение и награду? 92. Отпускаются даже грехи и умножаются благо. 92. Мы получаем то, чего желаем. 93. По справедливости Бог назвал милостуни семенем, потому что она как семя посевается в землю и приносит многочисленный плод. 93. Но почему, скажут, мы часто видим многие дома, которые были милосердными, а потом разрушились и подверглись великому ущербу? 94. Не указывай на некоторые малые и случайные явления, но рассуждая о том, что бывает вообще. 95. Если ты не желаешь слышать это, то я покажу тебе Иова, чтобы ты познал, что Бог таковых людей возводит до величайшей высоты. 95. Некоторых Он испытывает искушениями, чтобы они были достойными величайших похвал. 96. А тем, которые не обладают совершенным умом, Бог скоро здесь же дает награду. 96. Мальчики, если кто-либо у них что выхватит, тотчас плачут и поднимают большие вопли. 97. Но не так поступают мудрые и опытные. Они на время питают свои души надеждою. 97. И так как они положили собирать себе сокровища на небе, то поэтому считают за ничто здесь потерянное. 97. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. 97. Ты восстановишь основание многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. 97. Видишь ли, как хороша милостыня. 97. Таковым был Иов, который говорил, горы мои обливались молоком. Иов 29.6. Которым отовсюду были великие блага и дела, великие были на земле здания и все. Разве по причине скупости и глупости дарованы ему эти блага, или же скорее по причине широты сердца и милосердия, так как Бог намерен был восстановить их, иудеев, в прежних благах и вновь даровать им город, то, чтобы они, полагаясь на милосердие Божие, не пренебрегали добрыми делами, в особенности, когда слышали, что созижутся пустыни вековые, для этого он присоединяет многочисленные повеления. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господнем, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Якова, отца твоего». Уста Господни изрекли это. Видишь ли, это и есть также зло, и даже хуже всякого зла. Где теперь иудеи, которые хвалились субботой, что они ничего в нее не делали, хотя скверняли уста и языки, пророк показывает будущее добродетели. Но чтобы они не сомневались, что все твердо, тон прибавляет. Уста Господни изрекли это.